Набор посуды МОКО. Четыре кастрюли разного объема, ковш и сотейник, и еще крышки. А какой оригинальный дизайн! Вы только посмотрите! Олег, расскажи, что мы можем приготовить в таком огромном наборе. С удовольствием рассказываю. Здесь вся, каждая посуда распределена. Вот посмотрите, например, вы сейчас видите сковороду-сотейник с высотой борта 8,5 см. И я, внимание, переходим на плиту, и я с удовольствием расскажу, что можно приготовить. И сегодня мы решили, знаешь, что приготовить? Что? Приготовить наши любимые рецепты наших ведущих. И первый рецепт Ольги Мокшиной. Олег, привет! Внимание, я буду использовать сковородку-сотейник, потому что здесь высота борта 8,5 см. Идеальное антипригарное покрытие. Итак, сейчас мы будем готовить по рецепту. Она предлагает нам приготовить вкусный завтрак. Я бы назвал, знаешь как, омлет по-мокшински. Поехали! Ну что ж, а что у нас туда входит? Я с удовольствием тебе расскажу. Смотри, дело все в том, что ты можешь добавить фарш либо колбасу, добавить 4 яйца. Давайте сейчас показываю. Вот они, 4 яйца. Заливаю сюда. Добавляю сюда обязательно сыр. И добавляю укроп. Олечка пишет, просто зелень. Я рекомендую к яичнице добавлять укроп. А укроп очень прекрасно соединяется с саблетом, с яичницей и с колбасой. А почему не рекомендуешь добавлять петрушку, например? Нет, петрушку можно, когда уже ничего нет. Но я рекомендую именно сделать вот по такому рецепту. А теперь минуточку внимания. Казалось бы, я поместил сюда. Но как сделать так, чтобы здесь получилась быстро прожаренная яичница? Я накрываю крышкой, которая идет, внимание, в комплекте. Вот она. Смотрите, как она быстро начинает оббирать обороты. Но здесь есть пара выпуск. Это единственная посуда. Здесь специально есть пара выпуск. То есть ничего не запотеет, мы все будем видеть, да? Мы будем видеть, и кроме того, бывает такая ситуация, когда ты тушишь, а она выкипает. Бывает. Здесь у тебя не произойдет. Итак, вы получаете, внимание, 12 предметов. Здесь я использую только 4, 8 предметов вместе с крышками. Итак, сковорода-сотейник, при помощи которой вы можете приготовить стейки. Вы можете потушить бифстрон. Даже стейки? Да, конечно же. Так интересно. Рассказываю, почему. Потому что здесь качественное антипригарное покрытие. Смотрите, я сейчас начинаю готовить яичницу, только сдвигаю, мгновенно она возвращается на свои места. То есть это не пригорает. А как часто бывает, что сколько не добавляй масла в сковороду, все равно подгорает? Рассказываю, ты правильно обратила внимание. Это часто бывает такая ситуация, когда некачественное антипригарное покрытие. Оно со временем... Вот почему я всегда рекомендую нашим телезрителям как можно чаще менять посуду. Если вы заходите на кухню и видите, что у вас уже посуда облезла, обгорела или, к примеру, у тебя она поцарапана... А бывает еще треснула и вытекает. Совершенно верно. У меня так было. Слушай, ты правильно это все сказала. Мы обязательно сейчас телезрителям нашим покажем, что здесь никакой трещины не будет. Итак, вы получаете 12 приметов. Кастрюля объемом 6 литров для заготовок. Следующая кастрюля, внимание, первая кастрюля объемом 6 литров. Следующая кастрюля для гарнира. Знаешь, я бы вот так выобъединил, это кастрюли для супа и для гарнира и для каши. Так, три кастрюли. Три. Плюс три крышки, шесть предметов. Шесть предметов. Но это еще... Это кастрюли для завтрака, я называю. Детское питание для ковшика. И здесь можно приготовить кашу. Кашу. Или разогреть детское питание. Слушай, ну тут много каши будет. На всю семью практически. Но здесь объем, ты правильно обращаешь внимание, что 1,8. Они два одинаковых. Ну, на четверых кашу можно. На четверых хватит. И, конечно же, гордость. Это сковородовый сотейник. Людмила, я хочу с тобой поговорить вот о чем. Обрати, пожалуйста, внимание на эти ручки. Что ты видишь? Послушай, я вижу деревянные красивые ручки. Еще и с золотом. Все, как мы любим, девочки. Как женщины, женщины любят золото и дерево. Это совершенно правильно. Но дело все в том, что действительно, здесь настоящий эффект золота. Если бы было здесь чистое золото, они бы стоили в два раза дороже. А теперь минуточку внимания. Наша Людмила обратила внимание, что эти ручки похожи на дерево. Да, визуально они похожи. Но если бы это было дерево, оно бы быстро нагревалось или отломалось в процессе. Оно бы лопнуло. А теперь минуточку внимания. Специальный текстолит называется. Текстолит. Это вид пластика, который не подвержен нагреву и не подвержен ломанию. Во-первых, о нагреве. Давайте взглянем. Во-первых, вы видите, у меня кипит. Смотрите, я сейчас приподнимаю. Люда, подойди, пожалуйста, приподними. Так, посмотрите. Я. Руки. Руки. О, я могу ничего не поднимать. Я просто буду держать. Ну, ты просто приподними, что ты можешь держать. Посмотрите. Абсолютно холодные. А главное, не скользкие. Так. А это значит, мы никогда не обожжемся. Совершенно верно. И готовить будем с удовольствием. Совершенно верно. Совершенно верно.